И бойцов надо не пограничить, подкатешь и передай крылью. Под песни и дерево лучше приживется, шутит Федор Алексеевич Глухих. Когда началась Великая Отечественная война, ему было 18. Участник легендарного парада 7 ноября в 41 году шагал по Красной площади. В ходе боев освобождал Белоруссию, города Калужской и Брянской областей. Войну закончил на Западной Украине. Делится тогда, в 45-м, даже и не подозревал, что День Победы станет поистине народным праздником. Сегодня Федор Алексеевич в память о боевых товарищах сажает деревья на территории госпиталя ветеранов войн. Мы хотим, чтобы госпиталь был красивый, зеленый, чтобы больные быстро выздоравливали. Мы хотим, чтобы наша сама была зеленой, красивой, чтобы все ей восхищались. Деревья в память о погибших на войне в регионе сажают уже третий год ветеранам, помогают общественники и студенты. Последним теперь предстоит ухаживать за Аллеей Победы. Сразу захотел сюда приехать. Мне интересно общаться с ветеранами, услышать, принять их опыт, просто услышать историю из их уст, как это было. Ну и, конечно, помочь им, всем, чем я могу. Двухлетние саженцы кедров предоставили лесники, всего около 30 штук. Также на территории военного госпиталя будут расти розы и ели. Поместив в землю, молодые кедры перевязывают георгиевской ленточкой. По словам экспертов, дерево спокойно перенесет зиму. Это шикарный просто материал посадочный, потому что кедры, они хоть и долго растут, но у них очень красивый серебристый ствол, у них шикарная крона и огромное количество фитонцидов, которые, конечно, очень полезны для здоровья ветеранов, которые здесь будут гулять по тропинкам и дышать вот этим как раз хвойным, полезным для здоровья воздухом. Высаживать памятные аллеи в Самаре начали по поручению главы города Олега Фурсова. По дереву в честь каждого погибшего на войне. Липы, березы, рябины, каштаны – акция проходит по всей Самаре. Каждый раз в ней участвуют жители. За три года в городе высадили более полутора тысяч именных деревьев. В 2015 году у нас были высажены деревья в школах на территории городского Самара. Они были именные, посвященные героям Советского Союза, ветеранам, участникам Великой Отечественной войны. В этом году акция продолжается. Она проходит на территории всех районов. Всего планируется высадить порядка 900 деревьев. Сегодня аллея Победы появилась и в Кировском районе. Около школы-интерната номер 117 теперь растут липы. Деревья сажают также в самарских дворах, парках и скверах. Алина Чемери, Станислав Левин, События.